Дорогие братья и сестры, уважаемые телезрители, мы продолжаем нашу работу с мероприятием, связанным с визитом в Донскую митрополию главы Русской Православной Церкви, Святейшего Патриарха Московского и Всероссии Кирилла, а также проведению Пятого Всемирного Конгресса Казаков. Ведем нашу трансляцию из Патриаршего Вознесенского войскового Всеказачьего собора города Новочеркасска, где только что Святейший Патриарх совершил Божественную Литургию. Его святейшеству сослужил сон духовенства и архиереев, которые прибыли на это мероприятие. После длительной реставрации собор наконец-таки был освящен Святейшим Патриархом, совершенно не напрасно именно им, потому что собор имеет статус Патриаршего Собора. Я напомню, что всего лишь два храма, два собора в России имеют такой высокий патриарший титул. Первый это Успенский собор Патриарши, который находится в Кремле, и второй Новочеркасский Патриарший собор, который сегодня и был освящен Святейшим Патриархом. Огромное количество людей, несмотря на то, что собор вмещает пять тысяч человек, большинство людей остались и на улице, и там совершали молитву вместе с теми, кто и попал внутрь собора. Были для этого специально установлены экраны на улице и специальные мониторы поставлены, которые помогали всем присутствовать на молитве. Святейший Патриарх, совершив божественную литургию, в завершении ее преподнес памятные ценные подарки для всех участников этого мероприятия. Каждый присутствующий получил специальную иконочку, как благословение предстоятеля Русской Церкви. Ну а сейчас мы с вами являемся свидетелями второй части и второго включения начала так называемого казачьего парада. Святейший Отец вышел на паперть церковную, и сейчас начнется парад казачьих войск. Смирно! Равнение на Срединова! Господин войсковой атаман! Казачья округа, кадетские корпуса Всевеликого войска Донского, в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы построены. Первый заместитель войскового атамана, полковник Беспалов. Полковник Беспалов является руководителем парада, принимал парад войсковой атаман Виктор Гончаров. Господин председатель Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, Ваше святейшество, казаки округов и кадеты казачьих, кадетских корпусов, для проведения парада в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы построены. Атаман Всевеликого войска Донского, казачий генерал Гончаров. Здорово, дневали! Казаки! Это было традиционное приветствие казачья и со словом... Братья и казаки, хотел бы всех вас сердечно поздравить с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Наверное, не случайно этот праздник стал казачьим праздником, потому что история праздника связана с особыми событиями в истории Византии и Константинополя. Когда враг подошел к стенам этого города, то жители Константинополя поняли, что военной силой оборонить город невозможно, что военной силой избавиться от страшного нашествия нельзя. И тогда они обратили свой взор к Богу. И у Него стали просить помощи. И во время богослужения во Влахернском храме явилась Пресвятая Богородица с амафором, с покровом в руках. И увидел это видение один благочестивый человек по имени Андрей и рассказал всем жителям Константинополя. И поверили жители, что Божья Матерь вместе с ними и враг не покорит столицы. Казачьи войска и вообще казаки, как класс, жили между жизнью и смертью на протяжении всей своей истории. Они обороняли наши границы. И всегда, когда было трудно, царь, государство призывали казаков на помощь. И даже в самое мирное время, когда в столицах и не представляли, что на окраинах идут военные действия, такие действия имели место. Потому что всегда были внешние силы, которые заинтересованы были в том, чтобы войти на нашу землю, на Русь святую, отщепнуть от нее кусочки богатства, а по возможности и захватить эту землю. И первые, кто встречал нашествие наплеменников, были наши мужественные казаки. Они жили в местах несения службы вместе с семьями, с детьми. И, конечно, каждый из них понимал, что в любой момент может оборваться его жизнь. И в любой момент дети могут стать сиротами. И в любой момент даже самой, что ни на есть, мирной жизни над казаками была угроза. И потому избрали казаки своим особым праздником День Покрова Пресвятой Богородицы, вспоминая о великом спасении, которое принесла Божия Матерь Византии, граду Константинополю. Сегодня, в День Покрова Пресвятой Богородицы, состоялось особое событие, замечательное событие. Освящение Вознесенского Всеказачьего войскового собора. Матвей Иванович Платов, закладывая этот собор и закладывая город Новочеркас как столицу казаков, знал, что делал. Он знал, что в этом месте должен быть построен храм величием своим, соответствующий величию подвига казаков Руси. Закладка собора произошла ровно 210 лет тому назад. А 110 лет тому назад было его освящение. А сегодня мы совершили великое освящение собора после его полного восстановления. Как в древности, старые времена, времена, связанные с былинным героизмом казаков. Их задачей было ограждение веры и отечества. Так и сегодня перед казаками должны стоять те же самые цели. В те древние времена силой оружия в первую очередь решалась эта задача. сегодня могут быть обстоятельства, когда силой и оружием надо будет защищать Родину. Но чаще всего опасность сегодня приходит вне всяких военных действий. И мы знаем, как подрываются основы веры и отечества изнутри. Словами, а не воинскими делами. И где же здесь в этой невидимой брани русское казачество? Говорю русское, имея в виду не только Российскую Федерацию, а имея в виду весь великий русский мир. Где оно, это казачество? Оно должно быть на страже и готово защитить и веру и отечество. И в первую очередь своим образом жизни, своей верой, воспитанием детей, способностью отражать всякие искушения, несущие в себе опасность и для веры, и для отечества. Но для того, чтобы защищать, нужно знать. Нужно быть не только верующим православным христианином по анкетным данным, нужно быть по убеждениям верующим человеком, нужно знать основы своей веры, нужно знать историю отечества своего, любить родину и знать, почему мы ее любим. Нужно любить казачество и знать его историю, и знать, почему казаки любят свое казачье общество. Все это требует от современных казаков не только умения верхом скакать на лошади, и не только умения владеть шашкой, но требует от казаков знания, убежденности, способности воздействовать на молодежь, воспитывать его, и в первую очередь свои собственные семьи. Вы должны сегодня в новых условиях также быть на передовой линии, как на передовой линии защиты веры Отечества были ваши благочестивые предки. Вот именно эти слова я хотел обратить вам сегодня, мои дорогие братья-казаки. Храните веру православную, возрастайте в этой вере, храните любовь к Отечеству и возрастайте в этой любви, и тогда вы в полной мере осуществите великие заветы своих благочестивых и столь прославленных в истории предков. С праздником братья-казаки! Люба! 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 Ваше Святейшество, достаточтимые владыки, господа атаманы, братья-казаки, я имею поручение от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина поздравить казаков с главным православным праздником, Днем Покрова Пресвятой Богородицы! Этот праздник мы с вами встречаем в знаменательный год, год 70-летия нашей победы, и впервые за 70 лет по решению президента казаки прошли 9 мая по Красной площади. Этот год год по решению президента и по благословению Святейшего год памяти нашего святого князя Владимира, который указал путь России и вере православной. В этот год мы с вами получаем прекрасный подарок. По решению президента по благословению Святейшего и его трудами восстановлен храм, главный казачий храм. По решению Святейшего этот наш с вами главный храм взят под свое водительство, под свое патриаршество. И этот храм не просто казачий храм, а храм для всех казаков нашей земли. Любой казак, где бы он ни жил, в Америке, в Украине, в Австралии, в России, имеет этот храм. Храм чести, достоинства, казачества. Я тоже вас поздравляю с праздником. Желаю вам Божьей милости, крепить веру православную и наше Отечество. Слава Богу, что мы казаки! Гурубай! 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 Равняйсь! Смирно! Торжественному маршу! По полусотням! На того линейного дистанция! Группа барабанщиков прямо! Остальные направо! Ху! Равнение направо! Шагом! Харь! Начинается парад с прохождения группы барабанщиц белокалипинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса. Нести знамена в спинниках войска донского надо еще сказать несколько слов о воспитанницах белокалипинского казачьего корпуса и о том, что буквально вчера 13 октября девочки воспитанницы этого корпуса и сам корпус был награжден Александр Дмитрий Беглов вручил переходящее знамя президента Российской Федерации этому корпусу как лучшему в России казачьему корпусу. И надо сказать, что для белокалипинского казачьего кадетского корпуса это уже второе награждение президентским знаменем. Первое было в 2012 подтверждено делами. По итогам 2015 года кадеты платовцы второй раз в своей истории стали победителями президентского конкурса название «Лучший казачий кадетский корпус». Особенностью кадетского корпуса является то, что это пока единственное казачье кадетское заведение, где наряду с юными казаками учатся 80 юных казачьих. Проходит парадный расчет шахтинского генерала Якова Петровича Бакланова казачьего кадетского корпуса. Трехкратный победитель всероссийского осмотра конкурса названия «Лучший казачий кадетский корпус России», награжденный знаменем президента Российской Федерации в 2014 году. Надо еще сказать, что линейный сегодняшнего парада, также воскликнение шахтинского казачьего корпуса. Удостоин великой чести первым представлять казачьи кадетские корпуса России. Он принимал участие в параде победы на Красной площади 9 мая 2013 года. Выполнение этой важнейшей задачи получило высокую оценку руководства государства. И в год 70-летия Великой Победы потомки казаков прошли парадным маршем по брусчатке главной площади страны. Торжественным маршем проходит университетский казачий кадетский корпус федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московского государственного университета технологий и управления имени Разумовского. проходит государственное бюджетное образовательное учреждение Ростовской области Донской императора Александра Третьего казачьи кадетский корпус. Около двухсот его воспитанников за заслуги перед Отечеством награждены орденом Святого Георгия или Георгиевским оружием. В 2013 году корпус отметил 130 лет своего образования. Второй раз принимает участие в параде Калмыцкий казачий кадетский корпус. Несмотря на свою молодость корпус показывает отличные результаты в учебе и спорте. В Калмыке традиционно входило в область войска Донского и было частью Всевеликого войска Донского. В которых состоит около 44 тысяч казаков. Около 30 тысяч из них уже вошли в госреестр. Сегодняшний парад вместе со Святейшим Патриархом также наблюдает Александр Львович Беглов который обратился с приветствием в самом начале и также полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном Федеральном округе Владимир Васильевич Устинов и губернатор Ростовской области Василий Юрьевич В сегодняшнем параде принимает участие 11 знамен всех 11 казачьих войск которые съехались на 5-й конгресс казаков ну и традиционно для донского казачества высельковый цвет который сразу же определяет принадлежность войска и другими организациями по вопросам несения казаками государственной и иной службы о сотрудничестве по военно-патриотической работе в этом году казаки Дона отмечают 25-летие с начала возрождения казачьих обществ от точки отчета новейшей истории донского и российского казачества казачество всегда жило одной жизнью с российским обществом служа народу участвуя в военных кампаниях не обеспечивая безопасность границ работая в сельском хозяйстве поэтому будущее казаков и российского общества неразделимо и определяется теми задачами которые стоят перед нашим государством говоря о кадетских корпусах хочу сказать что на территории Ростовской области их 7 причем 3 кадетских казачьих корпуса федерального подчинения более 2000 кадет 12 до 17 лет готовятся к военной казачьей государственной службе на базе этих корпусов и большинство кадетов поступают в вузы силовых ведомств окончания огромный положительный резонанс полный переход донских казаков болгоград севастополь в этом году вместе с руководством области нам удалось на высоком уровне организовать второй всероссийский слет казачьей молодежи готов к труду и обороне казачьи общества всевеликого войска донского расположены на территории четырех субъектов российской федерации ростовской волгоградской астраханской областей и республики калмыкия всевеликое войско донское включает в себя 16 казачьих окружных казачьих обществ из них 9 окружных казачьих обществ расположены на территории ростовской области это ростовский новочеркасский черкасский верхний донской первый донской сальский восточный таганровский и донецкий казачьи округа на территории волгоградской области расположены пять окружных казачьих обществ это волгоградский волгский второй волгский коперский и усть медведицкий казачьи округа в астраханской области астраханский казачий округ в республике калмыкия калмыцкий казачий округ на территории всевеликого войска Донского. Численность казаков с учетом членов семей казаков составляет около 156 тысяч человек. Всевеликое. Прошло прохождение казаков Всевеликого войска Донского Донецкий казачий округ. На его базе началось формирование роты территориальной обороны, которая расположена в приграничной зоне с юго-востоком Украины. Казаки более года несут службу по охране границы и поддержанию общественного порядка на территории Ростовской области. Да, вот 1200 казаков состоят на госслужбе, из них 100 конных, и они осуществляют правопорядок в том числе в сельских поселениях и в городах области. Всевеликое войско Донского представлено на параде всеми девятью округами. Как уже было сказано, сюда входит и Ростов, и Астрахань, и Волгоград, и Калмыкия. А вот и конная полусотня. Конная полусотня закрывает парад. Казаки прошли через четыре города-героя, четыре города-больской славы. Вы видите на своих экранах уникальную породу, это Донская и Буденовская, две породы, которые здесь на Дону появились. ...честного порядка совместно с полицией на улицах городов и сел Ростовской области. Конники вот этой полусотни, а вообще это сотни, действительно состоят из дружинников, которые осуществляют правопорядок на улицах и в сельских поселениях, в городах Ростовской области. Господа, позвольте вас на полшага, на полшага, вот сюда пройдите, в лес. Парад завершается. Святейший Патриарх Московский всея Руси Кирилл покидает Соборную площадь. Мы с вами тоже завершаем наш эфир, но не прощаемся. Друзья, хочу повторить, что следующее включение наше будет в 4 часа, а точнее без пяти, минут 4 по московскому времени. И вы можете стать свидетелем третьей заключительной части и третьего, скажем так, эфира нашего прямого, который будет производиться из этого же собора, в стенах которого пройдет пятый конгресс казаков. Я с вами прощаюсь и буквально через несколько часов надеюсь снова вас видеть у экранов. Трансляцию комментировал я Петровский. До скорой встречи. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова